всем привет мои хорошие с вами я емили и сегодня мы с вами будем как вы думаете что мы с вами будем кушать у нас здесь кислая пастила вот такая вот зеленая маршмелло и киви я решила хоть какое-то разнообразие может быть вы скажете что эти продукты вместе не сочетаются но когда я увидела этот кислой пастилон не настолько захотелось я не знала с чем можно сочетать как вкусно но в детстве такую штуку делала бабушка из фруктового огорода она делала пюре а затем из этого пюре делала огромный блин на полиэтиленовые пакеты получалось очень вкусно но просто здесь более как бы профессионально в том плане что равномерно без гамочков я показала бабушки и бабушка просто в шоке от того что так аккуратно как красиво и я объяснял что это не вручную все делается просто реально вот эти покупные вещи продукты настолько упрощают нам жизнь что прям сказка вчера я снимала для вас влог но где-то всем я залипла на видео настя но наш центр обидели девушка которая скончалась и вы знаете когда вы смотрите ее старые влоги очень странное ощущение внутри тебе кажется что он ты из будущего там моменты во влоге где она говорит что она хочет купить мотоцикл а ты сейчас знаешь что она умерла от того что разбилась на мотоцикле весь вечер просто сидела смотрел ее видео жалко что нельзя вернуться назад и предупредить человеком знаете как в фильмах бывает затем я начала смотреть свои влоги старые два года назад и у меня такое ощущение что не знаю другой человек мне просто в комментариях хочется написать себе какой ужас вообще все свои старые влоги старые видео такие более-менее знаете уже большие блогеры они удаляют старые видео не то что удаляют они просто скрывают то есть вы не можете смотреть а у нее остается закрытый доступ так называемые я тоже хотела так сделать на меня остановила мама мама говорит что когда вот пишешь айка эмили должно выходить столько видео сколько ты наснимала за все время чтобы люди видели как за короткое время ты сняла так много видео то есть это труд твой исследовательное развитие то есть ты начинал ты была такой а сейчас ты совершенно другая и возможно лет через не знаю семь я буду смотреть вот эти видео и буду думать какой ужас я смотрю свои старые влоги и реально такая ностальгия вот если вы хотите завести какой-то личный дневник просто заведите канал на ютубе просто для себя снимаете настолько интересна твоя жизнь у меня парень говорит я смотрю говорит твои истории в инстаграм в архиве и понимаю что например вот эта история через четыре дня мы с тобой знакомимся реально как-то странно на душе я когда смотрела видео насти весь вечер я потратил на этом я раньше никогда не была знакома с ней то есть ее творчеством так скажем естественно что с ней я не была знакома но просто смотришь и понимаешь какой милый человек какая молодая как много амбиции интересные влоги там куда-то уезжает она путешествует и так далее я такая думаю например я не дай бог умру да люди будут смотреть мои влоги и думать не читает просто жрет на камеру жизнь она настолько коротка поэтому я влог какой-то странный получился в какой-то момент я просто перестала снимать положила перед собой компьютер взяла ведро можно сказать алчи начала кушать алчу и смотреть ее влоги я телек вообще не смотрю вообще мы даже не платим за кабельное телевидение и у нас просто буквально 4 азербайджанских канала которые я вообще не смотрю мне кажется лет через десять телевизор будут смотреть только наши бабушки может быть мама у меня мама тоже сейчас например перешла на ютуб я купаюсь у меня стоит телефон я убираюсь у меня стоит ноутбук и какая-то там передача либо какой-то влог чей-то может быть мукбанг когда кушаю обязательно мукбанг еще кстати вчера было только одно видео потому что я немножко знаете домашними делами занимался сидела и звонит мне мой брат и горит когда будет видео а ему прям очень нравятся мукбанг и я как бы могу посмотреть и бьюти блогеров могу и какой-то влог посмотреть у него такого нету ему не интересно влоге ему не интересно никакие передачи он просто сидит смотрят либо это смр либо это мукбанг и он мне такое утром звонит и говорит когда будет видео причем он всегда это предъявляет с такой агрессии что ленивая попа здесь люди ждут а ты не можешь снять видео даже одно я говорю ну дорогой во первых я действительно много снимаю даже мои подписчики могут это заметить но ему очень не нравится когда в день выходит одно видео потому что он говорит я принимаю пищу например три раза в день поэтому нужно три мукбанга а как хочешь он всегда когда читает комментарии и говорит как тебе повезло тебя люди так любят ты должна это ценить ты должна не потерять эту любовь ты должна снимать часто я всегда думала что он это говорит как бы во благо мне а последнее время я замечаю что просто ему самому интересному банке он говорит снимаю 3-4 видео в день я например говорю я еще не буду снимать влог да кому интересно говорит твой влог например я говорю я снимаю тик токи да нафига ты тратишь на это время кому нужны твои тик токи я тот день сидела скачала все свои тик токи соединила в один ролик получилось 22 минуты я захотела залить в youtube во первых потому что я спросила во влоге многие отреагировали сказали да давай клёвая идея я потратила столько времени на то чтобы это все скачать потом эти не знаю там 60 роликов склеить между собой потом закинуть на компьютер потом с компьютера закинуть в интернет и что вы думаете мне просто пришло уведомление что если вы нажмете опубликовать это видео вот список пользователей которые на вас подадут жалобу потому что в этих тик токах присутствует музыка а музыка имеет авторские права кто не знает систему ютуба вы не можете просто взять чью-то песню и засунуть к себе видео это незаконно я должна купить авторское право у них а потом использовать я посмотрела список людей кто предъявляет за это андро лимбо иксо например авторское право на ютубе принадлежит именно лимбо хотя я думал что андро вот и все это там по порядку в списке чему я очень расстроилась потому что я думала еще целлю все будет окей потому что по правилам ютуба ты можешь загрузить видео с авторскими правами но просто 15 секунд мини 15 секунд а там тик токи получается как раз таки меньше 15 секунд и получается я имею право залить просто я не смогу разместить рекламу точнее там реклама бывает но зарабатываются этой рекламы тем у кого авторское право так что вот так вот честно я это немножко не понимаю в том плане что если люди будут использовать ваши песни получается они пиарят ваши песни очень часто бывает я снимаю какой-то тик ток начули его песню правильно потом меня подписчики спрашивают а чья это песня как называется чтобы скачать эту песню то есть получается я бесплатно пиарю но правила youtube очень жесткие и почему-то всегда эти правила касаются меня может быть потому что меня 100 тысяч блогер у которых более 100 тысяч как бы они больше под прицелом насколько я знаю кислятина вкуснятина мы кстати сами тоже готовили эту маршмеллоу получается очень вкусным рецепт внизу оставлю потому что такая малюсенькая знаете упаковка стоит 60 рублей прям буквально вот на одного человека даже один человек не наестся хотя смотря какой один человек поэтому youtube это серьезная организация если например мое видео кто-то берет ставит к себе я могу пожаловаться например там есть всякие каналы которые снимают мукбанк который вы заслужили начинает издеваться над мукбанкерами и я я видела это ребята просто я не пишу комментарии там прям конкретно нас всех мукбанкеров вот конкретно опускают честно издеваются особенно инночку там это обижают но я этого не делаю хотя использован мой материал каждый развивается как так как он может я не осуждаю людей потому что тяжело сейчас как-то набрать подписчиков там идти вперед сделаем вот так чтобы было короче было очень вкусно может быть вы напишите в комментариях что эти продукты не сочетаются между собой но я очень люблю кушать сладкое и соленое даже мне хочется такие мукбанки снимать просто я думаю что многие меня не поймут в общем как то так если вам понравилось это видео то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня всем пока 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 пока